Глава города Марина Трескова провела очередной прямой эфир в социальных сетях, подвела итоги уходящего года, ответила на вопросы горожан, поделилась планами на ближайший год. Подробности в репортаже Анастасии Шаховцовой. Встреча с главой города началась в непринужденной атмосфере. Марина Трескова задала ее тон в самом начале. Я сегодня вас хочу настроить не на деловой серьезный разговор. Надеюсь, что этот прямой эфир вас застал уже дома, вы пришли с работы, поэтому у нас просто есть возможность выпить в компании со мной чашку горячего чая. Вот такая кружка у меня сегодня на столе с символикой города. Я предлагаю вам тоже наполнить согревающим напитком, тем более, что за окном у нас морозы, и просто поделиться душевной теплотой. Марина Трескова отметила, что несмотря на сложности в связи с пандемией, 2020 год оказался богатым на события. В стране был год памяти и славы, где жители города показали, насколько нужно чтить память предков. Определение муниципалитета годом архива, тема которого стала значимой для людей, внесших свой вклад в Лабытнанги. В сфере образования появились цифровые инновационные технологии и точки роста. В сфере спорта новые объекты стали центром притяжения многих лабытнанцев. У культуры появился виртуальный концертный зал. Благодаря комфортной городской среде удалось обустроить дворовую территорию. Самый популярный вопрос прямого эфира был про расселение из удаленных районов БАМ и геофизики. Наши планы по переселению домов, в том числе и по клубной, у нас определены двумя окружными программами. Что это за программа? Первая это расселение аварийных домов, деревянных, признанных таковыми до 1 января 2017 года и признанных после 1 января 2017 года. По другой программе у нас расселяют дома и когда ваш дом будет определен, какую новостройку с учетом признания аварийности вы переедете, вот этот промежуточный период времени ляжет в основу решения вашего вопроса. Поэтому у кого-то, например, будет введено в эксплуатацию в 2021-2022 году и дом этот был признан раньше, соответственно он переедет раньше. Дороги – тема, которая была актуальной на протяжении этого года. На Ямале год дорог стал толчком для значительных изменений в нашем городе. В этом году вообще в Лабетангах много хороших дорог сделали, очень много, поэтому я качеством дорог доволен. – Качественно, неплохо, вроде комфортно. – В городе хорошо. – А что именно хорошо, какие дороги вам нравятся больше всего? – На Пске сделали хорошо улицы, новые улицы, не помню, как они. Да в общем все по городу. – Конечно, конечно улучшилось. Это радует. Лабетнанцы в ходе прямого эфира узнали о планах на 2021 год. В городе должны появиться четыре общественные территории – Орбита, улица Дзержинского и две площадки в микрорайоне Обский. В 2021 году мы с вами заряжены на строительство, реконструкцию, благоустройство и все то, что сделает наш город красивым и комфортным для проживания. С наступающим вас праздником, с наступающим Новым годом. 59 минут общения с жителями города. Лабетнанцы получили ответы на самые часто задаваемые вопросы. А какие еще изменения ждут Лабетнанги, узнаем в следующем году. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».